Что происхождение нефти и газа это фундаментальная академическая наука. Этой наукой я занимаюсь последние 25 лет. И на сегодня ситуация такова, что проблема в принципе решена. Принципиально эта проблема. Вот в конце прошлого месяца состоялась в Черноголовке конференция. Она называлась конференция по органической минералогии. У меня там был приглашенный доклад на эту тему. Я могу сказать, что проблема решается, но в рамках совершенной моей науки. Эта наука называется биосферная концепция нефтегазообразования. Эта наука учитывает геохимический круговорот углерода и воды. На земле, в современную эпоху. Эта наука обобщает как бы органическую, так и неорганическую концепции нефтегазообразования. Она не пользуется терминами биогенная, абиогенная. Дело вот в чем. Что углерод, который участвует в круговороте, он может принимать разные формы. Вот в нас он находится в органическом состоянии, условно, но вне нас, вне жизни, он находится вне органическом. Есть геохимический барьер, когда углерод меняет там изотопный состав и так далее. Самый главный геохимический барьер это земная поверхность. При круговороте углерода подвижного через земную поверхность происходит его преобразование. Из неорганической формы, которая над земной поверхностью, благодаря жизнедеятельности биосферы, углерод над земной поверхностью в основном окислен, в виде СО2 циркулирован. А под земной поверхностью он восстанавливается. И восстанавливается, вот есть такая теория абиогенного происхождения, да, там, минеральная теория. На самом деле, это, так сказать, это жаргон. На самом деле идет синтез поликонционный, вот, причем низкотемпературный. Мы занимаемся экспериментальными исследованиями этого синтеза. Синтез обязательно, он происходит, значит, у нас на столе он идет с образованием больших количеств углерода, водорода. Образуется метан и его гомологи, правда, в небольших количествах. Но, тем не менее, в масштабах, так сказать, земного шара этот процесс очень интенсивный. Значит, есть оценки у меня круговорота воды через земную поверхность, то есть круговорота балансовая, круговорота углерода через земную поверхность и так далее, и так далее. То есть, я считаю, на сегодня проблема принципиально решена. И смысл вообще поисков месторождений, это, прежде всего, ловушки. Потому что через поверхность земли прокручивается порядка 10-17 грамм в год углерода. И вам нужны ловушки. И вот то, что здесь говорят, они бывают разные. Бывают геологические, значит, там, где флюиды упоры, да, и там, электрора и так далее. А бывают химические. Вот газогидраты, это как раз химические ловушки. И процесс, значит, вот удалось там установить, что есть очень один важный цикл круговорота углерода. И этот цикл связан с деятельностью биосферы. Вот оказывается, в этом круговороте, в этом цикле, участвует вся биосфера целиком, включая и подземную ее часть. Не только сверху, вот как до сих пор считалось, там, у климатологов и так далее, и так далее. А вот этот цикл, он захватывает всю биосферу, там, вплоть до глубин 7 километров, куда поступает растворенный углерод в виде СО2 с теми же метеоденными водами. Вот я о чем хочу сказать. И время этого цикла порядка 40 лет. И мы этот цикл очень хорошо отслеживаем по разработчикам месторождения. Они видят, с какой скоростью у них заполняются месторождения. И оттуда как раз вылезает эти 40 лет. И у климатологов он вылезает. Во многих вещах мы эти дела видим. Вот. Ну, еще что я хочу сказать. Что нефти... Да, есть теория этого дела, построена. Как там крутится, как... Есть все три цикла в круговороте углерода. Есть длительный цикл, субдокция литосверных плит, миллиардолетний. Есть цикл... Да, и с этим циклом неорганики связывают происхождение углеводородов. Есть цикл миллионнолетний. Это вот погружение и фасилизация органических остатков. Это порядка миллиона лет. На этом цикле настаивают органики. И есть вот тот самый цикл, о котором я говорю. Все три цикла работают. Они взаимодействуют. Но в условиях океанов работает длительный цикл. А на континентах как раз работает главный вклад. Вносит вот этот цикл. И по нашим оценкам порядка 90%. Особенно на старых месторождениях, которые длительно находятся в эксплуатации. Там другой состав нефти, углеводородов там совсем другие, а не легкие. Так вот там он играет основное участие как раз этого цикла в образовании углеводородов. Вот что я вам хочу сказать. Да, это еще нечистое. Значит, у меня есть статьи на эти темы. То есть, если вы мне оставите визитки, я вам пришлю эти статьи в PDF ради Бога. Можно дополнить буквально 10 секунд. Книга, держи. Книга, книга. По минутку. Книга. Книга. Азарь Саачев-Балинбаумер на столе перед входом в конференц-заводов. Он сделает автобус. Вот Искак Мангельевич сказал такую вещь. Значит, вот то, что я рассказываю, есть следствие одного очень важного явления. Значит, оно изложено в книжке, которая здесь продается. Это явление связано с влиянием процессов галактики на геологические процессы Земли. И вот здесь у меня не было на нашей секции выступление, но у меня было на другой секции, где я показывал, что вот эти трубки, которые Бембеля там выделяют, они действительно есть. И я рассказывал целитонные, так, якобы. На самом деле есть механизм, как их образовывать. Спасибо. Я Бембелю передам, что вы за него. Он знает приказы. Он знает приказы. Он знает приказы. Нас председат заседают. Я хочу поблагодарить всех. Я недовольный, вы мне не дали слова. Лишили слова, я вам не просил. Я не просил. Субтитры создавал DimaTorzok Никола, ты думаешь, за какие деньги я езжу на конференции? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok